Это Dota 2 Champions League, второй сезон, буквально на днях призовой фонд лиги перевалил за 100 тысяч долларов, с чем я вас всех и поздравляю, особенно поздравляю команды. Ну и после небольшого перерыва в два игровых дня и вчерашнего матча, конечно же, возвращаюсь я на трансляции, сегодня комментировать я буду один, хотя написал изначально в анонсе, что мы будем вдвоем сверсуты, но потом планы несколько поменялись. Буквально пару слов о том, что у нас происходит на лиге. В группе А, где расположились Empire, Alliance, Sigma, Fnatic и Rockskiss, Empire вчера выиграли свой второй матч против Fnatic, выиграли его с огромным запасом, ну так вот по моему впечатлению, и в общем-то единолично возглавляют группу. На втором месте идут Alliance, ну и Rocksov одно поражение, у Sigma одно поражение, у Fnatic также одно поражение. Что касается группы B, за которые мы сегодня будем смотреть, здесь вся борьба только, можно сказать, начинается. Team Liquid, Na'Vi, Cloud9, Virtus.Pro, Power Rangers в этой группе. Ну и пока что ведут у нас Team Liquid, 2-1 обыграли Cloud9, 2-0 Power Rangers, VP показали очень красивую игру против Na'Vi, но чисто с точки зрения соревновательной это не принесло им вообще никаких результатов, потому что они эту игру проиграли и... Хотел сказать, что не получили очков, но тут я понимаю, что да, что мне нужно подучить рекламент лиги, я смотрю в таблицу и вижу, что у них все-таки одно очко есть. Нет, значит все-таки матч с Na'Vi принес определенную пользу, потому что забрали одно очко, что важно, то есть каждый сет идет в копилку, хорошая система, ну потому что, конечно, это действительно для VP важно. И сейчас Virtus.Pro встречаются с Power Rangers, которые идут с одним поражением на последнем месте, и Power Rangers нужно обязательно выигрывать, если они хотят попадать в плей-офф. Virtus.Pro нужно обязательно выигрывать, желательно вообще 2-0, чтобы попадать в плей-офф, потому что с Liquid'ами Cloud9 им еще предстоит битва, с Na'Vi уже битвы... Ну, конечно, Na'Vi только сами себе в этой группе могут принести какие-то проблемы, я думаю, что должно у них все быть хорошо. Если говорить про команды, то Power Rangers сегодня играют не в своем полном составе. Кстати говоря, давайте, пока у нас идут пики, я и представлю вам команды. Итак, команда Virtus.Pro. Ярослав Кузнецов, саппорт капитан команды. Арзарт Сергей Ревин, хардлайнер. Гот Сергей Брагин, соло мид. Жотом Егор Сурков, второй саппорт. Ну и Илья Певцаев, кэрри, у нас расположился последним. Команда, которая, я могу сказать, что очень упорно тренируется в последнее время. В Virtus.Pro на моей памяти так не тренировались еще никогда, даже во времена подготовки к прошлому International. Ну, вот как раз-таки в конце зимы прошлого года, когда вроде бы тренировались они много и очень качественно. И даже какие-то результаты это приносило. Но сейчас, по-моему, они еще сильнее взялись за подготовку. Но пока что результатов особых нет. Посмотрим на их игру сегодня. Ну и их соперники. Power Rangers. Итак, белорусская команда у нас целиком. Алексей Липай, G4, саппорт. Значится как капитан команды. Артем Паршак, ФНГ, саппорт. Секунду. Виталий Домостро из AXC, соло мид. Чеширский кот Евгений Кострома на позиции хардлайна. Ну и Влад Мехтеев, мунлайт кэрри. Здесь стоит сказать, что Чеширский кот сегодня не играет. Его заменит Лост. И будет интересно посмотреть, как Лост сыграет против своей бывшей команды, в которой он выступал пару месяцев. На этом я с представлением команд, с вашего позволения, закончу. Быстренько пробежимся по пикам. Видим, что Virtus.pro забрали CM-ку Бэтрайдера и Дисраптера. Очень интересный пик. Куда пойдет, пока Бэтрайдер не совсем понятно. Забанили Визажа Бейна. Визаж это один из сильных героев команды Power Rangers. Вообще, у них нету каких-то любимых героев. Они пикуют очень разных героев. Но Визаж это один из тех героев, которого они пикуют очень часто. Поэтому бан абсолютно грамотный. Бристлбэк инвокер в ответ от ПР. Лайфстиллер и Луна во втором бане. Подбанивают кэри. Уже три кэри или даны запанили. Лайфстиллер, Луна и Бристлбэк. Но, конечно, Бристлбэк является самым, наверное, опасным. И Опарэйшн с Деваурером в бане от ВП. Ну и, как мы видим, Power Rangers взяли Никса, Вивера, Веномансера. В Virtus.Pro нужно добирать контроль сейчас. Потому что два героя, против которых контроль очень-очень важен. Это Никс, Ассасин и особенно Вивер. Но, в принципе, у них есть контроль массовый от Дисраптера. У них есть Бэтрайдер. У них есть ЦМка. И даже этого может хватить. Хочу обратить ваше внимание на сайт d2cl.ru, где вы можете найти статистику игроков. И ей я сейчас буду активно пользоваться. Просто для того, чтобы вы понимали, откуда я беру эти цифры. Все цифры взяты из матчей лиги. И все достаточно здесь объективно. Так вот, по статистике соло-мидеров. Doom, тем временем, от Power Rangers, а Virtus.Pro забирают на сирену. По статистике соло-мидеров. Могу сказать, что не буду конкретно приводить какие-то цифры. Ну, разве что очень редко. Но ZXC занимает последнее место. О, не последнее место, извиняюсь. Последнее он занимает только потому, что расположен в этом графике. Последнем. Ну, действительно, по результатам он смотрится очень плохо. Разве что... Ну, тут тяжело прикинуть, потому что сразу несколько показателей. Хочу отметить только одно. Что у Года гораздо больше киллов, чем у ZXC. И гораздо больше смертей. Если мы посмотрим на статистику остальных игроков, это все у ВП практически в том же духе идет. То есть, либо больше смертей и киллов, либо киллов и смертей поровну, но ассистов очень много. Это нам говорит о том, что Virtus.Pro очень агрессивная команда, прежде всего. То есть, вот они любят драться, меняться, играют более рискованно, нежели более сейфово. Но в показателе Average, GPM и XPM год также впереди. Что нам говорит о том, что все-таки соло-мидер у Virtus.Pro по статистике чуть посильнее. Что касается кэри, ну, здесь также Иллидан идет очень-очень неплохо. Но вот XPM и GPM у них практически поровну. Опять же, у него гораздо больше киллов, но и гораздо больше смертей в среднем. Причем смертей очень много, чуть ли не наравне с хвостом они идут по этому показателю. По 16 смертей, ну и больше только у Liquid TC. Если мы говорим про оффлайнеров, здесь Смайл вообще рекордсмен, по-моему, по смертям. Да, у него самое большое количество смертей. Это, конечно, очень-очень много. 22 смерти, как и у Койквы. Просто ужас, по-моему, Койквы еще на одну игру больше сыграл, то есть на один матч. Это действительно очень много. Пак мы видим, кстати, в бане от Power Rangers. Хороший бан. Ну и Шторма банит Virtus.pro. Ну и, в общем-то, больше что-то по этой статистике отметить очень тяжело. У Virtus.pro показатели вроде как чуть повыше по XPM, GPM. Чуть-чуть совсем. Но главное отличие то, что просто вот показатель киллы, смерти, ассисты везде больше. Больше киллов, больше смертей, больше ассистов. То есть более пассивные Power Rangers, судя по этой статистике. Хотя играли они пока что только одну игру с Ликвидами. Virtus.pro сыграли также одну игру на целых три матча. Ну посмотрим, как сейчас все будет. Потому что у Virtus.pro пик такой, что у них и агрессия хорошая, и агрессировать им нужно. Но, с другой стороны, в Лейте-то они смотрятся очень сурово с этой Нагой Сиреной. Но, опять же, есть такой персонаж, как Дум, который очень сильно меняет игру в Лейте. Который очень сильно, ну, во многом за счет своего ульта решает. Он там может просто законтрить какого-то героя, накинув на него ультимейт. Ну и, в общем, это будет очень-очень неприятно. Enchantress, последний пик от Power Rangers. Тем самым у них получается Хардлайновый Никс, Веномансер, Enchantress Support и Doom, Соло Мид и Вивер на легкой линии. Вот такой вот интересный пик. Достаточно сильный в начале и в мидгейме. Но, на мой взгляд, пик в Лейте-ОВП выглядит уже сильнее. Несмотря на то, что они пока не взяли одного соло-героя, который может сильно поменять. Посмотрим, что это будет. Ну и, конечно, особо я не люблю отвлекаться от Доты в момент комментирования. Ну, не могу просто не поздравить всех россиян с победой на Олимпийских играх в заездах бобслистов. Двойках Александра, Зубкова, Алексеева и Воду, которые шли к этой медали очень-очень давно. Я думаю, для тех, кто следил за бобслием, они понимают, насколько это действительно важно. Опять же, повторюсь, что не люблю отвлекаться. И поэтому стараюсь вообще даже никакого внимания не придавать Олимпийским играм в трансляциях. Хотя активно за ними слежу. Но здесь вот не смог удержаться. Думаю, что повод хороший. Можно позволить себе такое. Ну и ласт пик в ВП. Посмотрим. Мне кажется, это будет соло-мидгерой. Бэтрайдер пойдет на хард. Вот так вот, Виндрейджер. Ну, кстати, возможно, это Виндрейджерка от Смайл. Нет, Смайл забирает пока что бэтрайдера. Или да, на Наги, Жотом, на ЦМке, Дисраптор от Энесса. Ну и, скорее всего, год у нас будет на Виндрейджер соло-мидгерой. Да, пока что так и есть. Что касается их соперников Мун на Вивере, Лост на Думе, ФНГ на Энчантрас, Зээксцена в Виноманстере, неужели соло-мидгерой? И Джей-4 на Никс Ассасине. Вот так вот. Ну, перейдем, собственно, к игре. Как вы видите, призовой фонд лиги составляет уже более 102 тысяч долларов. Это говорит о том, что зрители увеличились за счет покупки билетов в Дота ТВ призовой фонд уже более чем в два раза. И это, конечно, очень-очень здорово. Особенно, я думаю, для игроков. Да, скорее всего, сегодня, хотя я не уточнял этот вопрос, но это обычно на стандартная процедура. Должны быть разыграны три кода на рарке Дота 2 Лаунж. Будет запущена ссылка плюс код. По этой ссылке вы вводите код, получаете рарки. Действовать вам нужно будет очень быстро. Очень много мне приходит сообщение о том, что я сижу, жду. Ввожу как можно быстрее, но все равно не успеваю. Увы, всех желающих, я думаю, очень-очень много. И, конечно, тяжело успеть, но тем не менее. Что касается каких-то еще объявлений, я думаю, они будут по ходу трансляции. Но, в общем-то, основное все я вам рассказал. Положение команд вы знаете. Power Rangers это одна из худших команд по своим результатам. Virtus.pro недалеко от них ушли. У них есть, правда, одна победа. Одно очко, вырванное просто с мясом в матче с NAV. Но это всего лишь одно очко. Итак, Смайл на Бэтрайдере. Идет в хард. Закупился очень много хилов у него. Даже взял один Сентрикс. Рассчитывает постоять против Вивера как следует. Вниз идет также Light of Heaven. Он же просто Light. Просто свет. Когда-то это был свет небес. Сейчас это просто свет. От Ласта. Ну, на самом деле, достаточно давно он подписывается. Просто Light. Потому что Light of Heaven не влезает. Ну и, кстати говоря, напомню, что согласно правилам Лиги, вот что еще хотел сказать. За команду может сыграть за сезон всего лишь один стендинг. Это значит, что в будущем Power Rangers могут использовать только Ласта на замене. Более того, Ласт может играть только за Power Rangers на замене. Так, это очень интересно, потому что Rock Skis кикнули скандала. Взяли себе Solo. Solo за них уже успел сыграть на замене. И сейчас ситуация такая, что Rock Skis могут использовать на замене только скандалы. Я бы на это посмотрел, честно говоря. Просто вот мне бы было очень интересно, как бы скандал сыграл за Rock Skis после всех вот этих событий. Но на самом деле, конечно, о Rock Skis мы поговорим, наверное, завтра, когда они будут играть. Потому что это команда, которая с приходом вот этого нового игрока, нового старого игрока. Я думаю, что у нее результаты будут в разы лучше. Это потому что игрок, который меняет очень многое. Итак, Гот находит хосту и побежал в лес как можно быстрее есть крипов. Видит совуха, забегает на хосте кжет, съедает его совуха и убегает. Вот подлец. Просто подлец. Статистика по прогнозам. Мы видим, что Virtus.pro ведут, но ведут не так уж и много. Совсем немного, я бы сказал. Поэтому здесь, конечно. Вообще не хочу никого выделять в фаворитах, потому что... Кроме того, что Virtus.pro очень много тренируется, каких-то вот прямо результатов от них я не вижу. Ну, то есть есть там какие-то победы хорошие, но есть и при этом там поражения, которые объяснить весьма и весьма тяжело. То же самое можно сказать о Power Rangers. Крайне мало они играют и что творится в команде... Тяжело сказать. Но, скажем так, Power Rangers, они знамениты тем, что они могут обыграть абсолютно любого соперника. Будь то Na'Vi или кто-то еще Moon. Посмотрите, как динает хорошо крипов, но Smile тут нормально. Кстати, не вкачал вообще ни один спелл. Пока что Smile чувствует себя хорошо. Приходит к нему здесь ZXC, который играет на Venomancer. С позиции Solo Mid он переместился на саппорта. Вот такие у нас интересные ротации. Не знаю, может быть из-за Ласта, может быть из-за... За счет чего-то еще. Но и опять та самая Naga Sirena. Пока что Naga Sirena фармит, но об этом говорить рановато, потому что прошло всего лишь 2 минуты игры. Но вот, например, Na'Vi, конечно, позволили Naga пофармить слишком долго и за что поплатились. Посмотрим, как будут действовать Power Rangers. Просто у них пик такой, что... Ну, здесь не особо-то погангаешь. Тяжело гангать. Есть чем, но не в начале игры, не в самом начале игры. Хотя нет, есть Enchantress. И Virtus.pro не поставили вообще вардов в лес. Не знают, что происходит с этой Enchantress. Ну, посмотрим. Это, наверное, ключевой герой сейчас в начале игры от PR. Потому что пока Никс получит 6-ой, пока там Веник что-то нафармит, Doom получит свой левел. Пройдет много времени. Naga успеет пофармить. И вот как раз-таки напрягать ее с Enchantress было бы очень-очень здорово. Посмотрите, как неплохо Вивер надамаживает. Смайла, ну, фласка. Смайл остается жив. Смайл почти 4-ый левел. Получает здесь XP, все у него хорошо. Жотом фармит леса. Игра очень начинается неконтактной, я бы сказал. То есть каких-то контактов у нас вообще нет. За исключением соло-мида, где ставят героя против героя. И хардлайна, где Смайл все-таки, ну, должен. Да, ну, Windranger с DD это... Это не самый приятный герой, все-таки больно она дерется с DD. 14 раз 8 встреч к победителям вышли в Virtus.pro. Учитывая общую статистику Virtus.pro, это очень хорошая статистика. Ну, потому что у Virtus.pro там чуть ли не поражений больше, чем побед. Возможно, так и есть. Возможно, там 50 на 50, плюс-минус. Но то, что они так много обыгрывали Power Rangers, говорит о том, что все-таки рейнджерам тяжеловато. Мы видим Смайл тут агрессивничает, очень хорошо действует. Пока что все неплохо у года, отлично все у Элидана. Но так же фармит у нас Doom в лесу. Смайл же фармит чуть меньше на своем хардлайне. Хотя по XP он ведет, но вот именно по фарму. И по XP, кстати говоря, ведет не так уж и много. Даже уже проигрывает. Я думал, что-то Смайл побольше левел-то имеет. Да, Элидан начинает подпушивать Тауэр, пользуясь тем, что ему дают подпушивать. И пингует туда уже Лост. Говорит, ребята, надо что-то делать с Элиданом, потому что это вообще не дело. Абсолютно. И телепорт у нас пошел. Полную вышку успевают забрать. Виномансер приет в Элидану, но тут же НС телепортирует Виномансера назад. Никс может убить сейчас Нагу. Стан попадает в ферстблат на Элидане. Нельзя было с такими хп возвращаться. Это ошибка. И эта ошибка такая, я бы сказал, даже типичная. Потому что не зря я сказал про то, что у Virtus.pro очень много фрагов, но очень много смертей. То есть вот сейчас нужно было просто бежать, сломя голову. Ой-ой-ой, Вивер тут, кстати, неплохо проседает. Но выходит Энчандра. Смайл может оказаться в очень неприятной ситуации. Ну нет. Бэтрайдера попробую поймать здесь, пока он на фаерфлае. Пролетел, просто прогнал Вивера, подфармил. Имеет уже четвертый с половиной левел. И, наконец-то, удается убить Элидана. Ну, можно сказать даже, что не шибко-то много усилий потратили на это. Элидан откатывается чуть по фарму назад. Хотя забрали вышку, что, конечно же, в плюс Virtus.pro. Но, опять же, это важно. Вот каждая смерть Наги, каждый раз, когда ее заставят там куда-то отступить на базу, это будет очень важно. Смайл, сапог, бутылка. И вот, наконец-таки, ФНГ с троллем. Двумя кентаврами. Нет, тролля нет. Это была Энчандрас. Ловит Года. Замедляют его. Пошел стан. Станом не попадает. Вот как раз-таки тролля-то здесь и не хватило. Очень-очень сильно. Замедление. Жотом должен морозить. Кентавр, отличный шекл. У ЗХЦ проблема. Пауэршот. Год забирает фраг. Ай-яй-яй. Ну вот как же не хватило какого-то дизейбла, типа сетки. Мне даже показалось вначале, что в смоках стоит тролль. Но это оказалось Энчандрас. Ну и просто это сейчас очень много решило. Виндрейнджер убежала и очень грамотно вышел из лесу. Жотом забрали они этот фраг. В итоге теряют Пауэррэнджер с очень много времени. Да еще и вместо того, чтобы сделать фраг ценой таких усилий, они только отдают фраг сопернику. Это, конечно, очень плохой момент для них. Хасту забирает Никс. Да, это просто действительно печально. Особенно еще Виндрейнджер отдать фраг. Виндрейнджер это тот герой, который... Важно иметь какой-то фарм. Ну, тяжело ей может прийти, если его хорошенько загнобить на миде. Но здесь, конечно, вот так вот отдают ей фраг. И 31 крип, и все замечательно. У года. Конечно, никаких активностей тут не будет. Тут, скорее, Смайл начнет что-то делать. Смайлу застакал Ле с Жотом. Это хорошо очень для Смайла, потому что он сможет выформить блин гораздо быстрее. Сейчас, может быть, еще разок Жотом стакнет. Но здесь тяжело. Здесь вот уже, посмотрите, какой дабстеп начинается у дикокрыла. Он просто затолкали, как в очереди на рынке. Ну, еще один стак. Ну, и посмотрим, как этот Смайл сейчас все зафармливает. Да, Элидан продолжает фармить. Ничего, опять же, не делают Power Rangers. Ну, понятно, они сделали один выход. Я не совсем понимаю, вот в такой игре это вообще... Кто мне объяснит? Я, конечно, понимаю, что Untouchable это сильная штука, действительно. Но в игре, когда основной это урон и Virtus.pro в начале, это все с пылы. Windranger с пылы, с руки она почти не бьет. ЦМка, Бэтрайдер и тот. Но он, конечно, бьет с руки, но там за счет напалма и плюс очень много выжигает в основном огнем. Нага Сирена даже, у нее атака 61 атаки на седьмой минуте. На седьмом левеле, это очень мало. Да и в такой билд пошел. Весь демаг идет со спилов. Но вместо этого, вместо того, чтобы качнуть хил, который гораздо полезнее, качается Untouchable. И что с этим Untouchable делать? Ну, можно вот как в прошлый раз получать. Новую Power Shot и умирать. Без хила. Да, кстати, Иллидан очень интересно, замаксил иллюзии. Такой вот. В максимальный пуш пошел, подпушивает Тир-2. Смайл не дает подпушить Тир-1 в этот же момент. Выходит Doom. У Doom есть шестой. Выходит здесь ФНГ. Ну что, и смотрим. Ой-ой-ой, не успели. А что дальше-то? Есть ТП. Ой, как хорошо сыграли здесь Virtus.pro. Действительно хорошо. Но сейчас попробуют зацепить Энесса. Могут зацепить Энесса. Поставил. Рановато, по-моему, он поставил. Лост оббегает. Нет, не смог оббежать. Энесса уходит. Значит, отличная игра от Virtus.pro. Действительно, не совсем у них все было здорово снизу. Но успел, во-первых, Эллидан нажать на сон. А во-вторых, Энесса ему передал телепорт. У Эллидана не было телепорта. И только за счет этого Эллидан улетел. Отличная игра, действительно. Смотрим. Энесс выходит, байтит. Здесь же ЦМка, ну, такой. Байт получился. Возвращают Doom. Очень криво. Энесса, Энесса. Год также был в смоках. Могли здесь убивать. Тем временем, J4. Видели его. Видели, куда он зашел. Знают, что у него есть Регенс, Аркан. И уже точно есть Вендетта. Это может быть очень-очень опасно. Поставлен сразу Сентряк от Virtus.pro. Ну и посмотрим. Будет какая-то атака. 3-100, тем временем, у Наги. Важнейший момент. Ее сейчас нужно как-то убивать. Но Virtus.pro в такой шикарной позиции. И все обставились вардами просто. И вот как на них нападать? Ну, хорошо, если об этом знают Power Rangers. Потому что они просто не будут нападать, если они действительно знают. Да, они поставили вард. Но вард сбивается. И J4 понимает, что там Сентряк. И, в общем-то, ну, нападать здесь тяжело. Даже с крипом НЧ будет. Потому что слишком много героев. Бэтрайдер тем временем фармит. И уже почти блинг у него имеется. Вивер ждет руну. Руна появляется сверху. Ну, Смайл так поагрессировал немного. Никс забирает ДД. Уходят. Power Rangers. Virtus.pro хорошо от Дефеля. Хорошая игра в обороне от ВП. Действительно очень хорошая. И не только по своему исполнению. Но даже больше по... Именно исполнению какому-то там... В какой-то драке. Ну, потому что драки не было. Потому что исполнение было очень хорошее тактическое. И Смайл, опять-таки, здорово. Дефит. Наливает огонь перед вышкой. Пушить ее совершенно невозможно в такой ситуации. И перетягиваются сюда уже игроки Virtus.pro. Windranger. Отличный пик Windranger, который вообще ничего не дает пушиться своими пауэршотами. Да, знаете, это одно из самых слабых мест Virtus.pro. Почему я акцентирую на этом моменте, на этом внимание, на этом моменте на игре в обороне. Потому что игра в обороне это очень слабое их место. Но вот сейчас я вижу, что оборона у них очень хорошая. Ну, правда, и Power Rangers тоже. Тут, на самом деле, напасть не так просто с таким пиком. Но можно было. Итак, Никс, Виндетти, ой, Жоттму. Жоттму здесь вообще будет печально больно. С ДД пробивают. И 2-1 повели Power Rangers. Вышку забрали Силы Света. Забрали этот фраг. И все очень-очень хорошо. Тем временем у Иллидана появляется Сакрат. 51 и 1 считает, что пик Virtus.pro на первой карте выглядит лучше. Ну, грубо говоря, 50 на 50 у нас по пикам. По вашему мнению. Год перетягивается. И Годы здесь могут поймать. Стан в Года. Год этого явно не ожидал. Ошибка от Сергея Брагина. Нельзя, конечно, было сюда подниматься. Но думал, что уже Никс ушел отсюда. Но Никс остался. Отличная игра от... Джей Фо, который за счет этого варда увидел перетягивающийся Виндрейнджер. Подождал. Сделал все очень-очень здорово. Ну и вот, наконец-то, появляются нападательные айтемы. Уже есть Shadow Blade у Дума. Хорошее решение. Здесь действительно нужно как-то атаковать. Этот Shadow Blade видит Virtus.pro. Должны видеть. Потому что стоит у них вард на линии. Достаточно глубоко на линии стоит этот вард. Хасту заберет Doom. Бэтрайдер. Появляется Блинк. Хватает Муна. Сайланс. Ой, тяжело. Здесь Муна будет что-то сделать. Да, конечно. Очень тяжело. 900 хп у Наги. Ее лост может убить. Смотрим. Не решается напасть. Да, ну вообще, может перетянуться кто-то. Неплохо было бы взять какой-то ассист. Но никакого ассиста не было. God denied вышку на миде. Doom перетягивается в мид. Бэтрайдер. Откидывает. Очень неплохо. NS. Возвращает. Кого возвращает? Возвращает Никса. Шекл. Никого не привязывает Шекл. И нужно отступать. Doom тем временем с хайграунда может выйти. Нет. Doom. Doom играет очень осторожно. Появляется Блинк. Тем временем Нага уже сплитпушит во всю вышку снизу. И вынуждает вернуться туда. Пока что это Мун. На перехвате Light of Heaven. Ой, а его тут видно будет, кстати говоря. Вард заканчивается. Но Элидан уходит под вышку. Форстаф появляется у года. Бэтрайдер. Даггер. Пока что все. Жотом. Транквилы. Стик. И Нес. Арканы. В общем-то дела у ВП очень-очень неплохо. Посмотрим. Все потому, что все еще в руках Power Rangers. У них хороший пик. У них хорошие агрессивные герои. С хорошими агрессивными айтами. Сон. От Наги Сирены. Ну и что? И кого будут забирать? Вивера сразу ставят в Сайленс. Очень больно. Виверу цепляют Виномансера. Минус Вивер. Смайлу как больно. Никс подходит. Минусует Смайла. Но поддержал Виномансера как можно дольше. Дум с ультом. Гот. Дотянется или нет? Не дотягивается. И Нес успевает вернуть назад Дума. Очень-очень вовремя. Иллюзии Наги Сирены продолжают погоню за Виномансером, которому очень-очень больно. Получился размен Хардлайнера на Кэрри. Размен, конечно, не в пользу Power Rangers. Более того, им сейчас нужно нападать и убивать с преимуществом с хорошим героем Virtus.Pro. Вот так вот просто играть будет тяжело. Я потому что сомневаюсь, что Power Rangers смогут как Na'Vi в первой игре с Нагой Сиреной контролировать карту. Даже имея весьма уже призрачные шансы на победу, казалось бы. Но действительно здорово держаться. Я сомневаюсь, что рейнджерам это под силу. Да, у них активный хороший пик, но чем ты на Гу-то ловить с Радианцем будешь? 14.40, Радианц, быстро. Очень быстро. Ну и сейчас начинается Дота Virtus.Pro, в которой уже что-то нужно будет придумывать очень-очень крутое рейнджерам. Да, веник вообще, конечно, ну совершенно незаметен в игре. Пока что толку от него практически никакого нет. Это плохо. Это очень-очень плохо. Также Doom купил Shadow Blade, но ни на кого Doom еще не повесил. И также не смог ничего абсолютно принести, никакой пользы. Ну и что, и Вивер. Вивер, который с Мидасом фармит себе, наверное, БКБ, потому что ульт Дисраптора это очень-очень жестко. Решили рейнджеры Мас с Мидасами контрить. Инчандрос покупает Мидас. Но это значит, что агрессия у них еще слабее будет. Ставит вард сюда. Есть ли Сентрики у ВП? Да, у ВП есть Сентрики. Смотрим. Ну не найдут, кажется. Винрейт или данный на Наги Сирене. 58%. Ну и, конечно, это не так много. Но, опять же, помня суммарную статистику Виртус Про. 58% это результат не самый плохой. Расставляет Никс варды. Хочет контролировать карту. Видит чужой лес. Видит весь чужой лес. Больше, правда, ничего не видит. Иллюзии Наги, тем временем, вообще снизу фармят. 103 крипа. Давайте переключимся на Нетворс. Пока небольшое затишье. Конечно же, благодарность нашим спонсорам. Дейли Мошен и Тессора. Благодаря которым во многом проходит данная лига. Ну и напоминаю, что если вы хотите поддержать ее, то билет в Дота ТВ. Это то, что вам нужно. Бэтрайдер видит Вивера. Вивер видит Бэтрайдера. Бэтрайдер будет запрыгивать дальше или нет? Прыгает. Ульт. Но возвращается прям под центряк. Ой, как больно. Возвращает обратно Вивера. И Вивер умирает. Но просто не было здесь уже ХП. Пробежал немножечко по огню. Получил молнию и умер Вивер. Слишком мало хитпоинтов. Молния вторая. Молния вторая дымажит много. Поэтому, конечно, очень и очень больно здесь было Виверу. Вот так его Virtus.pro забирают. Отлично они играют. 4 плюс 1. Нага где-то фармит со своими иллюзиями. Да, кстати, Нага здесь тоже была в этот момент. Подпушивают вышку снизу. Ну и ждем мы. Ждем мы каких-то действий от рейнджеров. Я еще все жду. Не знаю, как вы. Потому что чем дальше... Я не устану повторять, что чем дальше, тем будет хуже здесь. Потому что пока что Нага только Радианс имеет. И даже обычный сапог у нее всего-навсего. Но сейчас это могут быть травела. И уже ловить ее будет еще сложнее. Вард стоит стандартный достаточно от ВП. Но этот вард он не видит. Видим Веномансера. Сон от Наги Сирены. Ой-ой-ой. Да, ну поняли, Виртуз Про. Что здесь им вообще ничего не грозит. Никса телепортирует обратно. И Дисраптор уйдет. Очень-очень хорошая сейчас была игра от Виртуз Про. Потому что останься они там. Могли очень сильно пострадать. Но вовремя решили, что этот вивер того не стоит. Что лучше телепортироваться, отойти. Купить свои айтемы и продолжать сплитпушить. Вот не совсем, конечно, это вяжется с тем, что я сказал про Виртуз Про. Что они достаточно агрессивные. Ну, да, здесь, конечно, агрессивными они не будут. Ну, потому что какая-то агрессия есть. Но по большому счету это такая минимальная агрессия. Основная агрессия здесь должна исходить от рейнджеров. У Виртуз Про слишком все хорошо в лейте. Им спешить-то некуда. Ой-ой-ой. Вот это ФНГ с Мидасом. Просто купил Мидас. Ну и посмотрите, что вытворяет уже иллюзия Наги Сирену. Иллюзия, у которой ничего абсолютно нет. Я думаю, что увидим мы ее в бане в следующем раунде. Даже если там ВП не выиграют, то все равно. Играть просто против такого, ну, морально прежде всего, тоже очень-очень непросто. Вивер покупает Блэкинг Бар. Теперь ему не страшен ульт Дисраптора Бэтрайдер. Сентри видят. Джейфо цепляют его. Как Жотом поставил этот Сентряк. Очень-очень вовремя. Пошли Карапасы. Пауэршот. Стан. Ни в кого уже в агонии здесь Никс. И, конечно, агония это заканчивается для него тем, чем, в общем-то, и должна была закончиться. Я не знаю, как Жотом воткнул этот вард, но, судя по всему, он видел Никса, заходящего в Вендетту, под этим вардом. Сразу же покупает гем. Верту проще взять под контроль карту. Минус Никс. Идут в атаку. Решают спушить вышку. Практически все в пятером здесь, если я правильно понимаю. Не вижу СМК, но вот подходит Кристал Мейден. Вивер. Вивер, вивер. Есть у него БКБ. Цепляет Смайла. Пошел сон. Смайл очень-очень больно. Минус Смайл. Вивер ультует. Остается у него очень мало ХП. Нужно отступать. Поймали двух игроков. Дума поймали. Вуль Дисраптора. ФНГ. Как больно. Прошивают его пауэршотом. Виртуз Про действует очень здорово. Теряют Кристал Мейден. Убивают Энчантрас. Теряют Битрайдера, но смогли отступить. Еще и телепортируют обратно Никса Ассасина, который только-только вышел из таверны. Очень-очень... Я даже не знаю, как это назвать. Игра от Энесса мерзкая такая. Ну, то есть, ты только прилетел, тебя уже тут же отправляют на базу. Энесс. Заберет Хасту. Забирает Хасту. За ним Дум. Видит Дума. Получает Дум. Дум сбивает Хасту. Ну и сейчас момент. Сможет ли забрать килл? Сетка. Единает Элидан. Ну, все сделали очень здорово, Virtus.pro. Да. Хороший был момент для атаки от Power Rangers. Потому что это БКБ на Вивере. Оно в драке дало ему очень-очень много. Но попали вдвоем Энчантрас и Дума под ультимейт Дисраптора. Просто кошмарный для них. Ну, плюс ко всему... Там еще и была Кристал Нова от Crystal Maiden. Пауэршот. Ласта. Цепляют. Уходит в инвиз. Есть ли гем? Гема нет. А кому отдали гем-то? Неужели его забрали? Гему Наги. Вот оно в чем дело. Все отдали Наги, чтобы Нага была просто... Негангабельна. Мелстром будет от Вивера. Видит его Элидан. Вивер, конечно, тоже купил БКБ, но теперь он очень уязвим для сетки Наги. И обычно-то Виверы идут в Линку. С Линкой все гораздо лучше получается. Сбивают, наконец-таки, этот Вард. Получает 50 монет за него. Ну, Вард и так, и так заканчивался. Поймали Вайлдкина. Сбили ему Торнадо, судя по всему. Судя по этому таймеру. Бэтрайдер зацепил. ФНГ, ФНГ. Ну, очень мало ХП у ФНГшки. Очень неудачно. Он падает после этой банки обратно вниз на речку. Мог убежать, но умирает. Да, рейнджеры просто катятся к своему поражению. Тут я очень мало шансов у них вижу. Причем, ну, чем дальше, тем прям сильнее и сильнее Виртуз Про забирают их в эти клешни. Вивер. У Вивера есть БКБ. Ну, сразу же пойдет сетка после этого БКБ. Заставляют Вивера прожать БКБ. Нет. Ну. Тоже правильно. Зачем тратить заряд БКБ, когда ты все равно умрешь? Потому что уйти там было просто нереально. Если бы он нажал БКБ, побежал, получил бы сетку. И все равно ХП у него слишком мало. Линка ему дает хотя бы немножко жира и хороший реген. БКБ ему... Ну, практически не дает ХП. Да, его нельзя убить с пылами, но при всем при этом. Итак, 1300 у наги, тревела, гем и радианс. Три вот таких вот интересных артефакта. И это будет Линка, скорее всего. Чтобы ее было просто, ну, очень тяжело убить. Начинается подпуш. Смайл очень агрессивен. Пока что Смайл смотрится неплохо в этой игре. Видит ФНГ, цепляет его. Фурстав, еще один Фурстав. Увозит просто за 3-9 земель. И убивает. Тут же Никса отправляют назад, чтобы он никакой ответной агрессии не навязал. Вертус Про 9-7 ведут. Самое время, по-моему, открыть графики и увидеть, что же происходит в этой игре на самом деле. Ну, кстати, по графикам-то. По графикам еще все не так плохо. Но не заблуждайтесь. Это все... Это все не так. Все эти графики пока что очень-очень мало значат в перспективе. Лост барабаны, фейзы. Ну, Doom абсолютно незаметен в этой игре. Хотя у него неплохая статистика 1-0-2. Не умер еще ни разу. И даже сделал где-то фраг. Два ассиста. Но я думаю, что от Doom ожидали нечто большее. Тем более с таким ранним Shadow Blade-ом. Нужно было быть, конечно, гораздо агрессивнее. У Smile есть уже максимально минимальный запак за Бэтрайдера. Теперь можно выходить во всякие Момы, БКБ и все-все, что угодно. Хекс будет на Виндрейнджер. Против Вивера, у которого БКБ нет линки. Это вообще оружие отличное. Ну и пушит Нага. Ее охраняет Дисраптор. У Наги Гем. Как-то к ней подойти незаметно не получится. И еще и Virtus.pro обставили все своими вардами. Они все видят абсолютно. Видят заходящего ФНГ. Но ФНГ понимает, что если он туда зайдет и увидит какого-нибудь соперника, будет ему очень-очень больно. Никс телепортируется. Гем покупает веник. Какая-то попытка разменять вышки. Разменяют вышки. Тем временем на миде Шекл попадает в ФНГ. И, конечно, ФНГ тут просто ловит ультимейт. Виномансер умирает от Наги Сирены. Минус ФНГ. И в этот момент, ну, никого нет абсолютно на помощь. Пошел фокус файр вышки. Минусует вышку. Забегает Вивер. Минусует Куру. Неплохо. Нужно включать БКБ. Включает БКБ. Направляется за Жотмом. Сможет ли убить Жотма? Да, убивает Жотма. Тут же ультует. Зачем-то ультует. Хотя мог бы убежать без ультимейта. Два в один размен по героям. Два в один размен по вышкам. Но по героям... Да, и по героям, и по вышкам. Виртуз Про выиграли этот размен. И Нага уже на топе. Спокойно фармит. Кстати, это не Линка, это Манта. Ну, вот так вот решила Лидан. Я думаю, что Линка здесь будет. Он очень любит Линкен просто. И в ситуации, когда этот Линкен действительно может сыграть ему неплохую службу. А в этой игре Линкен будет хорош. Это действительно то, что нужно. Смотрим на Вивера. Очень вовремя уходит Вивер. Сейчас его увидит на Варде. Да, его видит на Варде. Смайл за ним идет в смоках. Смайла не видели. Что было в куре? В куре ничего не было. Она что-то приносила. Смайл уже здесь. Цепляет. Вывозит. Гот. Пауэршот. Шеклшот. Минус Мон. Ну, все очень просто, но красиво, эффективно. 8.12. Виртус Про ведут. И ведут они... Пока что, по-моему, по всем показателям, кроме вот этих вот графиков несчастных, будь они неладны, потому что они нам врут. Они говорят, что преимущество есть у Power Rangers. Ну, как бы они врать-то совсем не могут, то есть по золоту, видимо, оно действительно есть, но это тоже дело времени, потому что сейчас размин был по вышкам хуже, и мы видим, как он сокращается, отставание. Линкен покупает год. Я вообще ничего не угадал в этой игре. Код на рарке, кстати говоря, на ваших экранах. Линкен покупает год вместо Хикса. То есть еще более пассивно решили сыграть в Виртус Про. И покупает себе манту Элидан. Ну, как бы с мантой... С мантой я бы еще мог догадаться, но то, что год себе возьмет Линкен вместо Хикса, я, честно говоря, удивлен. Травелап появляется у Смайла, у года есть Линкен. Все, отлично, Линкен можно вешать на какого-то героя своего. Лост фармит, у него БКБшка, но, опять же, на кой ему нужна эта БКБшка сейчас, когда он абсолютно незаметен? Видит, видит Энчантрас, видит Бэтрайдера. Да, видит Виномансера, Виномансера пытаются отвезти. Здесь же очень вовремя ЦМка, пошел отличный ультимейт. Бэтрайдер проседает сильно по ХП, отличный Сайленс от НСа, запирают. Здесь же Год, Год привязывает фокус фаером, убивает ФНГ, Никс Ассасин. Никс Ассасин минусует сейчас Кристал Мейден. Нага спела песню, возвращают Никс Ассасина. Нету Карапасов, есть Стан, Станом ни в кого не попадает. Минус Никс Ассасин, теряет Гем, нужно забирать Гем. И 3 в 2, 3 в 2 размен в пользу Виртус Про. Ну, отличный, в очередной раз драка, все сделали Виртус Про на порядок. Лучше там еще снизу, я так понял, Нага Сирена блочила возможность помочь Виверу и Думу за счет отличного сна. Кстати говоря, интересная с точки зрения механики особенность. Вот Untouchable Enchantress. Это скилл, который очень сильно замедляет скорость атаки атакующих ее героев. Но Ultimate Windranger контрит этот скилл полностью, потому что Ultimate Windranger дает ей максимальный атак спид по выбранной цели. Вне зависимости от того, какие на нее действуют ауры или способности. Тем самым, сейчас мы видели, как вот этот скилл Untouchable, он был полностью бесполезен, потому что Windranger словно пулемет расстрелял эту инчу. У которой, кстати говоря, почти Аганим, но все еще нету Аганима. Итак, Виртус Про выбивают гем команды соперника, тем самым в перспективе контроля карты у Power Rangers нету абсолютно ничего. Им нужно либо покупать новый гем, либо они будут просто зажаты на базе. У Виртус Про стоят варды, у Power Rangers этих вардов нету. Ну и Нага по Нетворсу все дальше и дальше впереди. Единственное, ЦМК и Дисраптор несколько отстали по артефактам, но стоит еще напомнить о том, что если Виртус Про доживут до глубокого лейта, отличные два варда от Power Rangers, но уже какие-то пошли то ли нервы, то ли что, то у них появится шанс использовать Дисраптора с Аганимом, что является тоже штукой достаточно опасной. Но здесь скорее правильнее сказать, доживут до лейта Power Rangers, а не Виртус Про, потому что Виртус Про-то до него уже не дожить просто практически не могут. С гемом бегает год, не стал его выкладывать, хочет видеть. Ну, как бы больше контроля карты, еще меньше шансов для инвизоров, а здесь и у Дума Shadow Blade, и у них Савин Детта. Итак, по истечении 30 минут игры мы видим, что Виртус Про ведут на одну вышку, на 5 фрагов, по XP 1500 преимущество, по золоту в 0. Как бы это странно не выглядело. Втыкается Observer Ward, но на Сантряки, видимо, уже нет денег. Тараска появляется у Иллидана. Да, это, конечно... Это сурово. Нага, герой, который по умолчанию имеет огромное количество армора за счет того, что это Агильщик, Тараска дает ему очень много. Итак, видим заход рейнджеров. Ну, Нага может в любой момент включить Сон, и бояться здесь абсолютно нечего. Я думаю, что даже включит или Дан Сон на всякий случай. Нет? Нет. Ну и Виртус Про пойдут сейчас в финальную атаку. Два Форстафа! Сон! Цепляют Виномансера. Виномансер принес себе только что-то. И здесь же видят Дума, закрывают. Очень неплохо Никса. Никс выталкивает Веника. Бьют Бетрайдер. Успевает завязать ульт. Но тут же ульт пошел в Года ответный. Бетрайдера убили. Лост умирает. Иллидан. Иллидан умирает. Первый раз в игре. Но у него есть Аегис. Минусует Сэмку. И Виртус Про проиграли эту драку. С НАТО уже нету. Попробуют сейчас достать Иллидана. Инчантрас забирает Года. Делает трипл килл. Каким образом? Я не знаю, честно говоря. Это было сделано. Судя по всему, крипами. Джейфо пытается догнать Иллидана. Карапасы. Но здесь Иллидан еще с развороту всем напихать может. Ой, лол. Сейчас Джейфо умрет. Иллюзии замедлены. Одну иллюзию переманили. Джейфо уходит. Иллидан телепортируется на мид. Вот так вот достаточно неожиданно. Виртус Про проиграли эту драку. Четыре в один. Даже пять в один. Потеряли Аегис. Но Веномансер, живи. Нет. Зажал он себя. И минус Веномансер. Доминейсинг от Иллидана. Я не увидел, как умер Год. Но, скорее всего, Год забежал сюда для того, чтобы отдаться на крипах. Отдался на крипах. А эти крипы были крипами Энчандрос. По какому-то, опять же, непонятному стечению обстоятельств. Итак, Виртус Про теряют один гем. Кто его забрал? Сейчас мы посмотрим обязательно. Может быть, он в куре? Да, он в куре. Его вы законтролили курой. Относит на базу. Это родной гем команды Power Rangers. У Виртус Про остался гем на Наге. Ну, Нагу очень тяжело было убить второй раз. Действительно. Ну, что я могу сказать? Вот эта драка нам подарила еще минут 20, наверное, игры. Потому что, если бы Виртус Про ее выигрывали, то это могло быть вообще сразу ГГ. Либо они сломали сторону, либо повели очень-очень много. А сейчас они ее проиграли. И Power Rangers почувствовали, что есть шанс. Виртус Про почувствовали, что им нужно сыграть опять немножко аккуратнее. И еще у нас будет игра продолжаться некоторое время. Год собирает Хекс. Вот, мне кажется, все-таки Ленка была ошибкой. Хекс бы пригодился побольше. Или Дан тем временем. Талисман оф Эвейджен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ФНГ. Шекл. Ну, там просто Виндрейнджер получает огромный урон от импетусов. До этого Инесс чуть не умер. Сон Наги Сирены. На одну лишь только Инчу. Да, хотят убивать. Очень сильно хотят убить Инчу. Ну и дамаг действительно огромный. Виндрейнджер. Атакует Ласта. Ласт включает БКБ. Год отступает на Виндране. Карапасы. 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 Это иллюзия исключительно. Нага на позиции. Ну, Нагу очень тяжело убить. Поэтому она смело танкует. Вивер потратил ультимейт. Возвращают назад Дума. Это минус Дум. У него нету БКБ. Пауэршот. Кривой. Шекл. Никого не попадает. Битрайдер цепляет Никса. Это минус Дум. Минус Никс. Какая-то просто сумбургейшая драка. Но Virtus.pro на этот раз ее все-таки выигрывают. И вот эта драка нам вернула опять практически исходное состояние игры. И теперь, я думаю, она закончится гораздо быстрее. Ну, хорошо, что Virtus.pro не стали ждать. Потому что наблюдать, на самом деле, за такой игрой нужно большое терпение. Сейчас у нас байбэк от ласта. Портификейшн. Ну, просто все упирается в то, что Нагу-то нечем убивать. Даже если убивают всех героев достаточно быстро, Нагу все равно убить при этом очень-очень тяжело. Да, ее разок разложили с Аегисом. Но теперь Virtus.pro более аккуратны. Просто включают сон и уходят. Фактически единичная ошибка Virtus.pro. Вот эта вот драка. В остальном они уверенно вели игру к победе. Вот эта драка, я имею в виду, вот здесь в лесу. Здесь-то, конечно, провели они все здорово. И во многом, мне кажется, поняли, что Enchantress там наносила огромный урон. Без Enchantress этого урона не было бы. Действительно, после смерти FNG как-то внезапно Power Ranger стало нечем драться. Все-таки Enchantress с Аганимом и с хорошей скоростью атаки может настрелять. Очень-очень больно своими импетусами. Виномансер. Сбивает вард. Иллидан подпушивает тем временем верхнюю линию. В скором времени уже появится бабочка. Денег очень много. Нетворс просто зашкаливает. Да, у Ласта, кроме БКБшки, так ничего не появилось. Виномансер. Фурстав также купил себе Мидас. Вот за счет Мидасов пытаются отсидеться. Вивер фармит МКБ, понимая, что Нагу без МКБ не пробить. Кстати говоря, тоже есть Тараска у Вивера. Но, правда, все равно разлетается он, конечно, очень-очень быстро. Даже с этой Тараской слишком там много всякого урона. И Хекс появляется у Виндрейнджер. Теперь Виртусам есть чем нападать. Конечно, БКБ на Бэтрайдере очень сильно не хватает. Вот прям очень сильно. Потому что видно, как врывается Бэтрайдер. И если он... Хоть кто-то ему мешает, то Бэтрайдер очень быстро умирает. С БКБ, конечно, таких проблем не было. Там и Энчантрос бы урон не смогла бы такой наносить. ПТшка от Веника. Давайте еще раз взглянем на графики. Ну вот видите, даже победа в драке не дала Пауэрэнджерс такого большого преимущества. И более того, сейчас они опять скатились в большой-большой минус. Виртус Про хотят закончить эту игру. Дисраптор уже пошел в агоним. Потихонечку. В перспективе. Да, и Смайл понимает, что нужно БКБ. Но на самом деле, будь игра чуть поупорнее, он бы купил это БКБ вместо Тревелов. Но так как чуть почувствовал себя посвободнее, Никс запрыгивает зачем-то на Иллюзии, пытается кого-то подцепить. Может думал, что там настоящая Нага есть. Но естественно настоящей Наги там нет. Потерял половину ХП. Уходит на базу, а вышка-то падает. И Лидан забрал ее Иллюзиями. С бабочкой Иллюзии очень тяжело убивать без МКБ. Миссы на Иллюзиях работают прекрасно. И она настолько толстая, что одним Мэл Штромом их не законтрить никак. Казармы магов падают. Вы просто посмотрите на эти сумасшедшие Иллюзии. Виртус Про не отступит. Тандерстрайк. Бьет в землю. Пошли еще две Иллюзии. Одну забирает Энчантрас. Одна наносит немного урона Бараку. 400 ХП остается у Барака. Ну и сейчас, я думаю, этот Барак падет. Хотя еще одну Иллюзию забирает. Нет, минус Барак. Кстати говоря, Бэтрайдер ушел на топ. И сейчас в любой момент может телепортироваться на помощь. Но пока что не спешит этого делать. Дум в Инвизе. Нет, ногу тяжело цеплять. 3000 ХП. Ну не снимешь ты под саппортами. Виртус Про, кстати, отходит после того, как спушили эту сторону. Никс. В погоне. За годом. Видит Никса. Дум, Шадоу Блейд. Выталкивает себя тут же жотом. Год, сон. И видит Ласта. Ой, сейчас Ласту может быть больно. Очень больно. Ставится отличный ультимейт на Никса. Никс ничего не может сделать. Ласт. БКБ, но его ловят в сетку Бэтрайдера. Вивер. Подключается к драке. Пошел Хекс. Хекс в ФНГшку. БКБ успевает поражать Вивер. Нету госскипетра. За счет этого неплохой урон. Год умирает. Семка, дисраптор битый. Инага. Без маны. Нет, догрызет все-таки. ФНГ. ФНГ. Денается чем? Боже мой. Ой-ой-ой. Какой вообще момент. Это просто жесть. Я сейчас объясню, что произошло. Но мне для этого потребуется немного понять. Написано то, что в доте в принципе не может быть. Иллидан на Наги Сирене не отдает врагу игрока Веномансер. Что? Скорее всего, это было что-то из серии Иллидан переманил. Иллидановскую иллюзию переманила Энчантрас. Нет, я даже не могу это объяснить. Причем здесь вообще Веномансер. Веномансер-то был вообще ни при чем. Должно быть написано, что Иллидан заденал ФНГ. Боже, какой... Какой трэш, честно. Этот момент надо будет пересматривать. Тем временем Virtus.pro сломали еще один барак. И у них все просто отлично. Как это вообще могло быть? Иллидан заденаял Веномансера. Нет, ну для тех, кто не совсем понимает, он в принципе не мог заденаять Веномансера. Потому что Веномансер в противоположной команде. Если он убивает Веномансера, это означает, что он его убивает, но не денает. Причем здесь был Веномансер, я не знаю. Скорее всего, ФНГ заденал себя иллюзией, которую переманил. Иллюзия была Иллидановской. Из-за этого Дота у нас просто умерла. И написала такую ахинею, которой в принципе быть не могло. Ну да ладно. Ладно, давайте смотреть, как Virtus.pro забирают второго Рошана и заканчивают эту игру. Я попытаюсь, не знаю, может быть кто-то отпишет мне где-то в комментах. Попытаюсь понять, как это все произошло. Наверное, самый интересный момент в данной игре. Нет, ну Virtus.pro показывает, безусловно, хорошую игру. Стоит об этом сказать. Но вот как-то с начала игры практически, когда получили возможности для нападения Power Rangers, они их не использовали. И стало уже понятно, что если они резко не поменяют ход игры, то в общем-то рассчитывать им здесь нечего. Так пока что и выходит. Они ничего не изменили. У них были слишком пассивные Doom и Nyx. Может быть они и пытались что-то сделать, но ничего толком из этого не получилось. Диффуз появляется у Наги. Теперь у Наги со вторым диффузом будет уничтожать очень и очень быстро героев соперника. Более того, выжигать им еще и ману. Ну, фактически 6 слотов появляется у Лидана на 42-й минуте. Хороший тайминг. Смерть была только одна в начале. Больше особо нигде даже не помню, чтобы его примерно могли убить. Подпушивает мид. Нижняя линия также подпушивается из-за вот этих вот крипов больших. Ну и последние бараки сверху стоят. Правда, милишные бараки еще стоят, но рейнджовые. Рейнджовые плюс вышка шекл. Энчандрс отправляют куда-то вниз. Ой-ой-ой. Начинается драка. Успевает Год включить БКБ, но его прожигает. И Нессу также очень больно. Вивер забирает 2 килла. Год забирает Веномансера. Веномансер байбэк. Вивер расстреливает. Отличный стан. Иллидана можно попытаться забрать. Год умирает, но у него есть Аегис. Иллидан. Сон. Ну и смотрим. Кристалмейден сейчас сможет попробовать активировать ультимейт. Ловит Сайланс. И просто пытается уйти на ТП. Ой-ой-ой. Какая ошибка может быть от ВП уходит первый, второй. И неужели Виндрейнджер тоже уйдет? Решили в конце отступить. Но по-моему слишком поздно это сделали. Вивер. Очень больно Года. Пошел Хекс. Последний удар. Последний удар по Году. Неужели? Шекл. Есть Форстаф. Уйдет Год или нет? Но не должен он здесь уходить. И у Муна кончилась мана. Просто нету мана. У Муна, чтобы дальше за ним бежать, Год уходит. Я не знаю, как Виртус Про сейчас отступили. Очень долго думали, вместо того, чтобы сразу делать ТП. Сделали очень-очень поздно. Но тем не менее, спаслись все. Да, в этом показателе сегодня Виртуса действует очень здорово. Но тем не менее, Драку-то они опять проиграли. Или Дан. Или Дан, остановись. Что ты делаешь? Минус барак. Минус барак от иллюзий. Наги Сирены. Не углядели здесь. Пауэррэнджерс. Это уже минус мид полностью, что очень-очень плохо. Низ все время тоже подпушивается. Я думаю, сейчас Виртус Про аккуратненько зайдут, доломают этот барак. Но и без двух сторон здесь уже играть будет очень-очень тяжело. Кстати, у Иллидана есть деньги на байбэк. Покупать ему в этой игре больше нечего. Разве что варды, гемы можно покупать, складировать на базе, чтобы... В случае чего можно было использовать саппортом. Пусть саппорты копят. Но действительно денег огромное количество. То есть у него есть фактически на байбэк. Это тысяча... Ну, семьсот где-то ему нужно на байбэк. Учитывая смерть. И сверху еще двушка. Которую можно тратить на все, что угодно абсолютно. Можно купить какой-нибудь рефрешер положить на базе, когда нужно юзать его. Заюзал сон, прилетел на базу, юзнул рефрешер, прилетел обратно. Но это уже такое что-то из области фантастики. Криты появляются у года. И НС практически с готовым агонимом. Ну и продолжается у нас эта встреча. Пока что рейнджеры сопротивляются. Даже более того, посмотрите, отставание, кажется, даже не такое большое. Ой-ой-ой, бараки снизу или дан. Да, это дота. Кстати, по-моему, даже через бэкдор их бил или дан. Я знаю, что Ласту такая дота очень не нравится. Но тут ему никто... Тут его никто не заставляет в нее играть. Но придется играть против нее, что, наверное, еще неприятнее в данной ситуации. Кстати, у Вивера 5 секунд, БКБшки осталось. У Ласта немногим больше. Смайл ищет свою жертву. Да, его видят. И Дисраптор покупает агоним. Ну, здесь первыми нужно нападать. Вот сейчас очень важный момент. Потому что первыми нужно нападать игрокам команды Пауэрэнджа, чтобы чего-то добиваться. Находит нагу. Видит нагу. Ой, ну как? Это ГГ. Сейчас ульт Дисраптора. Все, просто ничто не заизать. Ульт Кристал Мейден. Ну, почему ты не кинул Дум на нагу? ГГ. Красивый момент очень. Но что с Ластом? Почему он не нажал эту кнопку? Момент действительно очень-очень крутой. Но это ничего не сделать. Все, если ты попал под сон, тебе ставится кольцо сверху ульт Дисраптора с агонимом, который не дает нажать ни БКБ, ни вообще ничего. И еще сверху ультует СМК. Ну, как тут? Как тут сыграть? Отличная победа Virtus.pro. Повели 1, а не 1-0. 45 минут. Тем не менее, игру я не могу назвать прям упорной. Посмотрим, что будет во второй игре. Наверняка нага уйдет в бан, и Virtus.pro заставят играть несколько по-другому. Возможно, им самим придется более агрессивными быть. После небольшой паузы вернемся на второй сет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...